Приветствую вас, друзья, на канале команды Taurus Gaming Revival. У микрофона Gray Fox, и я продолжаю страдать вот скормлением обезьян в этой замечательной игре. Я подумал-подумал и решил загрузиться с седьмого дня. С седьмого дня я решил загрузиться и переписать книгу. Ну и попробовать прожить дальнейшую жизнь немного иначе. Немного более плодотворно, что ли. Хотя я не знаю... Я надеюсь, все загрузится так же, как и было. Да, в этот день я спас старика. Че, звоним? Сколько можно звонить? Да-да-да-да, можно все перемотать быстренько. Я не экстрасенс никакой, я наоборот хочу вашему мужу помочь. Об исчезновении... Нет, правильно, я правильно в прошлый раз выбрал, даже не осознавая этого. А-а-а... Стоп, я кажется пролистал и... Я зря это сделал, да? Да-да-да-да-да-да. Хочу поговорить о исчезновении Джейсона. Эти идиоты закрыли башню, правильно. Я чуть-чуть напутал, по-моему, но все пошло нормально. Я не могу сказать. Окей. Рекордно низкие цены. Хорошо. Значит, мне надо 130 баксов примерно, чтобы с Густавом написать книжку. Тут я так и не понял, что делать. Crystal Kitchen. Ой, кто это там? Боже мой. Да, это адвокат, адвокат. Это так соблазнительно, знаете ли. Ладно, давайте, я слово сейчас сделаю вот так вот. Изумительно-изумительно, я знал, что мы достигнем понимания. Я подзвоню миссис Майлз и скажу ей, что это была всего лишь жестокая ошибка. Что касается бедного мистера Майлза, мы просто... Чё бы просто, я не успорю читать. Было приятно иметь с вами дело. Вы показали себя очень разумным человеком. Вам стоит подумать о работе юристом. У вас определённый талант. До свидания. Наслаждайтесь своими деньгами. Окей. Чё там мой цветочек? Ох ты, господи. Ему не понравилось, что я сделал. Рик Стивенс. Привет, чувак. А чё ты оффлайн? Я не понял. Где ты? Где ты спишь ещё? Где я? Где я? А, вот он. Здравствуйте, это миссис Майлз. Значит, история моего мужа в рифе была выдумкой? Вы, наверное, очень с собой довольны. Как вы можете быть столь бессердящны? Как вы могли нас обмануть? Горите в аду. До свидания. Не зайдите сюда снова. Да, ради бога. Значит. Значит. Чувак. Ну, ну, ну. Ну, куда ты пошёл? Слушай. Чё я так не вовремя ему пишу опять? Так. Он там со своим дружбаном разговаривает. А. Ладно. Значит. Займёмся написанием книги тогда пока. Эй, эй, эй. Давай трубку убери ты. Да что со мной никто не хочет разговаривать? Ха-ха-ха-ха. Давайте быстрее. Хватит долгать, ребята. Давайте, давайте, давайте. Там столько всего происходит в мире, а я вынужден слушать брюзжание этих писателей про найму. Быстрее давайте. 15 будет перерыв. Сейчас я вам покажу тарелку горячей пищи. Почему? О, о, он заработал. Наконец-то. Да здравствуйте, Густав Дженкинс. Эм. 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 Я заметил, что я нажал. Да, ну, я правильно нажал. Я хотел бы чтобы вы кое-что для меня написали. Он там опять разголокольствует. 130 баксов. Договорились. Эм. Эм. Как называть книгу? Ну, я теперь выберу стандартное банальное название. Радость жизни. Среди... Эм. О. Радость жизни побеждает боль. Окей. Хорошо. Звучит отлично, да? Пишите, 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 ребята. Пишите. Работайте. Эм. Товарищ... Где он? В какой клетке он живет? Я постоянно забыл. Забываю. А. Вот он. О. Рик Стивенс Онлайн. Привет. Добрый день. Это информационный канал жильцы The Crystal Kitchen. Я Рик Стивенс. Вы нас поддерживаете, да? Умоляю, скажите. Эх. Бобобобобобоба. Ха-ха-ха. Пересмотрите ваш режим читания, ладно? Моя диета? Вы о чем? Не знаю Нет Нет, наверное, я неправильно выбрал все-таки Типа вы пытаетесь, как попало Из-за своего политического активизма Вот этого Ну да, точно Со всем этим времени у нас остается малое Митинги, протесты, работа с общественностью Так что питаемся мы На льду сухомятку Вы очень плохо питаетесь Ну вот, опять Цыпленок из Рай, Анджела Доставка, это очень плохая еда, чувак Да-да, конечно Ну, я подсел на эту дрянь Ну Черт, минутку Что-то я тебе беспокоюсь Ты-то откуда узнал? Ха-ха-ха-ха Ах ты кусок Полицай в гражданском, да? Поверить не могу Что вы опять за нами следите Вот на что идут наши налоги, да? Ну так вот Все эти жучки Я от них избавлюсь опять Придется тебе свою слежку На другой раз Перенести, придурок Чувак, я тебе добра хотел вообще-то А ты так Как меня обижаешь Все Взял сундук, взял рюкзак и ушел Да неужели я дозвонился? Здравствуйте Кого вы спрашиваете? Здравствуйте Это Август Хенкель? Ха-ха-ха О боже Вы Вы Почему вы спрашиваете Про это имя? Скажите В Август Хенкель или нет? О Это Най-най Я Не Хенкель Но Если бы я вдруг был Чего вы хотели? Ай-яй-яй-яй-яй-яй Нет Мне надо идти Извините В другой раз Я вам Позвоню Я думаю Мне надо вот здесь Вот 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 эту категорию слов Дополнить Чтобы я мог поддержать Разговор с ним На тему Было прошлое Ужасным Или наоборот Было хорошим Вот как-то так Ладно День пока Я могу пойти Пойти поработать 82 бакса Да? 24 бакса За 2 часа 70 За 8 часов Ну давайте Сперва вот это Потом то Потом то Надо мне что-нибудь Хорошее Сделать А то Что? Посылка? Нет Это мне А то опять мне Какой-нибудь Снимок Головного мозга Принесешь Значит Это круглосуточный Так что я не попадаю По наклейкам Это тоже Круглосуточный Что у меня Что у меня в холодильнике Ух ты Пицца Пойдем работать Я сейчас Просто миллионы Заработаю Отлично Все товары Разложены По нужным полкам Довольно просто Вот Держи свои деньги Что у нас С деньгами 377 баксов А что у меня С календарем Хозяйка Еще не скоро Вернется До следующего Обучения В клубе А Это конец Обучения В клубе А то еще будет Проверка В общем Время есть Тут ничего Не происходит Ну и Пофигу Пошел я Дальше работать Семьдесят За восемь часов Ну пойдемте Пока я молод Селен И полон энергии Вот правда У меня там Усталость Немного растет Но ладно Хозяйка вернется Завтра До следующей оценки Три дня Окей Эти пидорасы Опять там стучат Ладно Я съел пару Гамбургеров С мясом Неизвестных Животных Правильно Не стесняйтесь Все что падает На пол Во время смены Все ваше Дети цветов Выборы Первый круиз Триста безработных Оплатят Оплатят Свои билеты Бесплатно Обслуживая пассажиров Первого класса Окей А вот черт Принес Привет Какой унылый день Нечем заняться И если тебе Нужны деньги То пожалуйста Я богат Держи Я богат Но я не очень Хорошо себя чувствую Значит Клетки с несколькими Камерами Это я уже знаю Хот доги Два пацани одного Хорошо Кут доги Два пацани одного Может надо поспать Немножко О Кто-то пришел Привет соседи Я тут выспался Пока вы там Ремонт делали Люди С абсолютно Ну нормально работай Да Ничего не могу сказать Нет я буду дать Скидок на фрукты А пока я буду Работать В поте лица Своего Час Это вечерняя смена Восемь часов А это у нас Газонокосильчик Ну ладно Давайте я покажу Траву Помогу Этому Человеку Несчастному Который боится Растения Его Растения Фобу И кстати Я даже здоровье Себе повысил Такую работу Интересную Мощик на заправку Некоторые работы С тех пор С тех пор Как мы его Вам оставили Более того На нем Появились Колючки И шипы Что говорит о том Что растение Ну ладно Мы вернемся через Несколько дней Чтобы забрать его У вас еще есть время Чтобы сделать его Более красивым И пышным До скорой встречи Да Хорошо О Мистер Гитлер Не понимаю Что с этой клеткой Делать Что здесь не так Вообще Тут ничего Тут Ничего не происходит Тоже Тут Я все выполнил Тут ничего не происходит Это я выполнил Это я выполнил Скажем так Рано или поздно Он помрет Бедняга Тут Этот сбежал Это я провалил Задание Тут ничего нет Ну Ну Надо покупать Новые камеры Короче На все деньги Сразу закупаемся Вот так Вот так И В середине В середине Войны Армия захватчиков Что-то там Все указывало На то Что победа близка Это уже было Это уже было Молодой Унд Красивый Я Да Это челка С водителем С ума Всех Женщин Маршируя Под национальный Гимн Захватчики Наслаждались Моментом Оу Река Бруненхаген Оу Найн Это плохой часть Тильма Плохой часть Тильма Да Вот сюда Надо еще Парочку Слов И все Будет хорошо Ладно Что там 2040 Я не знаю Просто чем Заняться Я пошел Работать В ночную Смену Но Да Ладно Сейчас Ну Можно поспать Думаю 4 часа Будет достаточно Сейчас Все камеры Включатся Хозяйка Вернется Сегодня До следующей Оценки Два дня Но я Закупился Наперед Кто там Здравствуйте Это Гус Дженкинс Лидер Команды Писателей По найму Я Звоню Сказать Что Мы Опубликовали Радость Жизни Побеждает Боль Я Хотел сообщить Как обстоят Дела С продажами И как же Ну Продажи Идут Очень хорошо Вы выбрали Лучшее Из возможных Названий Да я не сомневался Даже Фиона Бейт Наш Предыдущий Покровитель Не выбрала бы Лучшее Поэтому Я договорился Об авансе С издательством И они Пообещали Заплатить Вам 330 Баксов Это не очень Много Разве Вы не Сказали Что Продажи Идут Очень Хорошо Очень Хорошо Учитывая Что Пузырь Жанра Лопнул Вы Разве Не читаете Новости Если бы Мы Выпустили Книгу Про что Итак Если Вычесть Комиссию Издательства И налоги Вы Разве Не слышали Про этот Проклятый Налог На слова Который Съедает 90% Прибыли А вы Что Не читаете Новости Ну Когда Как В общем Автор В итоге Получает Лишь Небольшую Сумму Добро Пожаловать В мир Художественного Творчества Что касается Нас То мы Собираемся Переключиться Саморазвитие На более Популярный Сегодня Жанр Этикетки Шампуней Вот Где Сосредоточена Вся Прибыль В любом Случа И Приятно С вами Поработать Удачи В вашей Кольере До свидания И прощайте Мой Литературный Брат Пока Этикетки Шампуней Да Отличная Да Отличная Работа Так Опять Это Квартира О О О Да Да Надо спасать Этого Ребеночка А то Отец На него Так Смотрит Но тут Ни на что Нельзя Даже Нажать Опять Это Фигня Есть Что-то Страшное Происходит О Да Там Куча Всего Было Я Люблю Тебя Счастливое Сердце А Я не могу Покопить Я жду Аттестации На более Высокий уровень Да Че они Такое Выращивают Мне интересно Вечеринки Счастливое Сердце Выходят В моду Нет Ну Это Мне нужно Именно Растение Горшок Контейнер Для выращивания Растений Обычно Изготавливаемый Из Обожженной Длины Дерево Или Пластмассы После недавнего судебного запрета Из данной энциклопедии Были исключены Другие определения Этого термина По следующим причинам Вульгарный язык И неценсурное изображение Скорбление нравственных Эргидиозных Обеждений Ну да Типа Ночной горшок Имеется ввиду О Плохо Я подавлен Я всегда думать Про Прошлое Понимаете Прошлое Ой Ой Что происходит Вообще Я пришла за деньгами Забирай Котятин Котятин Он любит Котятин Да Вот тут Эта девушка Сидит Отдел Компенсации Синя Какое мне слово Там Надо было Чтобы найти Ее работу Я не помню Хм А Кэссиди Вот Правильно А кого там Опять черт Принес Соседа Тебе опять Деньги нужны Ладно Я тебе дам Тут 6 баксов Не знаю Для чего Но забирай Так С Гитлером Ничего не выйдет Опять Он уже ушел Чертва Микроволновка Она меня отвлекает Постоянно Ааа Быстрее Давайте Хватит болтать По телефону Во Благоразумие До свидания Че происходит Опять Эта Микроволновка Да А Она продолжает Еще общаться На этот раз Видимо С мамой А Или нет Ничего Больше Нет Интересного О Дедок Умер 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 Все Хана Никто Его таки Не нашел Как дела С уроками Солнышко Солнышко Че-то Плачет Все Тот же Плач Ну хорошо Реви себе Сам Скорее Перестанешь Лучше Всего Игнорировать Твое Недовольство Как ты Так ты Не расстроишься Еще Больше Так Блин Так Говорит Супер Чо Кстати Про Недовольство Ты в курсе Недовольство Плач 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 И ответь Засранец Вопящий С меня Хватит К черту Уроки Убирайся Отсюда И чтоб До ужина Тебя Видно Не было Вон Пошел Че не так С этим Ребенком Боже Мой Что мы Делаем Не так Люди Сражаться И умирать За свои Идеалы Да Что вы Говорите Прошлое Прошлое Есть Великое Время Знаете Ли У этой Рутиной Обязанности У того Великое Прошлое Вот так Я и пытаюсь Следить За Обеими Клетками Сразу Идите Идите Вот оно Ну какого Чёрта Ты Какой Фильм Телефон Возьми Эх Время Для Майн Фильма Ну ладно Завтра Тебе Позвоню Давайте Будем Наблюдать За Этой Семейкой Адвокат Звонил Судья По делу О Кибер Мусоре Так И не Разблокировал Наши Щита Я знаю Но ему Не объяснишь Он Ещё Мал Не понимает Что это За Дело Кибер Мусоре Давай я Попробую Посмотрим Будем Добрыми Педагогичными Папа Вот Папе Вот-вот Светит Тюрьма Спиногрыз Избалованный Так что И думает Забудь Об этом Мусоре Из рекламы По ТВ К тому же Где Подаренный Тебе Скутер Он Он Ему Надоел Знаешь Он Пока Толком Чё-чё-то Похоже Это новая Прихоть Для Смышленых Детей Но Может Выясним Что Наш Сын Гений Хорошая Шутка Не Смеюсь Правда Неделю Без Сна Чё Происходит Вообще Я не Понимаю А ты Блин Заткнись Уже Что Не Так С Этим Пацаном А Это Что Так Ну Это Словно Я не знаю О чём Удет Речь На самом деле Делай Кибер Мусоре Делай Кибер Мусоре Подходит К завершению Назначенная Дата Вынесения Судебного Решения В деле О жульнической Телехнологической Пирамиде В которой Пострадали Тысячи Укладчиков Этим Утром Джон Слендер Основной Обвиняемый Предстал Перед Судьёй В последний Раз Я не Жулик Сказал Он Происся Перед Залом Суда Я Предприниматель 2.0 Так Это Джон Слендер Да Инновационный Прорыв Приложений Виртуальная Реальность Соцсети Облака Асимметричные Барьеры Синхронизации Данных Господи Как это Все Словно Мы все На грани Нервного Срыва Детский Плач Днями Напролет Мучает Привилегированный Класс Это Как Сирена Воздушной Тревоге Нон Стоп Поделился Один Из Пострадавших Неделя Без сна Я уже надеюсь Что он Ревет От настоящих И непрерывных Пыток Нет Он просто Игрушку Хочет Так Кстати Я тут Покушать Забыл Скидок Мне не Предлагают Говняки Так Что Придется Как-то Разбираться С этим Делом Пойду Затарюсь Продуктами А На хот-доге Предлагают Скидки Ну Давайте Чувак Чувак Ты Че Не спать У нас Еще Много Работы А Стоп Это Это Я уже Так Ну да Нужно Больше Слов Я не знаю Пока Что это Такое А Что уже Час прошел Так быстро Привет Если бы Вы могли Сейчас Видеть Мое лицо Вы бы Рассмеялись Но я не могу Увидеть Твое лицо Поэтому Все так Печально Вот тебе На чай Но я Не хочу Есть Это Так Ладно Надо следить За ними Еще Потому что Ничего Не понятно Часть Сиди Нет Ничего Не могу Найти Что еще Осталось Шляпа Зонт Вот Надо Позвонить ему Подходящее Время И Что Нибудь Случится Наверное Так Это Это Фигня Это Закончено Это Закончено Фигня Это Не Закончено Это Закончено По видимому Это Закончено Все Можно Спать С чистой Совестью 4 часа Сна Будет Достаточно Ну и На этом Моменте Я думаю Мы Сделаем Паузу Опять же Это Я просто Разрезаю Длинную Серию На этапе Монтажа Что Называется На самом Интересном Месте Да Потому что В следующем Эпизоде Вас Ждет Просто Запредельный Эпик Я Просто Не буду Это Спайлирить Что Вас Там Ждет Но Поверьте Стоит Отдохнуть И Морально Подготовиться К тому Что Вы Там Увидите Вот Ну Это Все Будет В следующей Серии Когда Она Выйдет А на Сегодня Тогда Будем Заканчивать Спасибо Всем За Внимание И Всем Пока С вами Был Грей Фокс